Восьмиклассница Александра Старостина привыкла все ходы просчитывать наперёд. Она уже знает, что после окончания школы получит юридическое образование. А ещё она усиленно занимается иностранными языками и спортом. Это ей необходимо для будущей профессии. Саша решила стать полицейским. Свой выбор объясняет просто. Шахматы, конечно, многие считают, что это мужской вид спорта, но также, например, футбол. Футбол относится к мужскому виду спорта, но это не мешает девушкам заниматься футболом и какими-то успехами обладать и заниматься. Так что я считаю, что шахматами может заниматься как и мужчина, так и женщина. В истории шахмат немало партий, но не все они стали образцами. Один из них – мат Легаля. Впервые он был поставлен в партии, сыгранный в Париже 18 века между Кенмюром де Легалем, сильнейшим шахматистом Франции, и шахматистом Сен-Бри. Уникальный, красивый мат. Это ли не повод войти в историю? Белые бьют, слоны все они. Шах. У короля единственный ход. Король 2-7. И белые играют в коне 5 с матом. И черные проигрывают. Преподаватель доверяет ученице как себе. Старостина – победитель первенства ЮФО по шахматам. Трехкратный призер Краснодарского края. Саша состоит в высшей лиге первенства России. На данный момент она является сильнейшим игроком нашего города Анапы. И выступает достойно, защищает честь нашего города на всех уровнях. И в Новороссийске, в Анапе, в Ростове, в Сочи. Приятно, когда на уровне Южного федерального округа имя Саши будет блистать. И откуда девочка? Анапа. Борис Панченко – сам шахматист высокого класса. Преподавал шахматы в России и за рубежом. В Израиле, Пакистане и даже в Африке. Панченко часто делает смелые ходы. Причем не только на шахматной доске. На Новый год он пригласил школьников сразиться со старейшими шахматистами в клуб «Ветеран». Саша была единственной девочкой. И кроме специального приза завоевала неофициальный титул шахматной королевы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.